Выплаты ветеранам гражданства по упрощенке, штраф автомобилистам. Многие изменения вступают в силу с начала года. Но есть и те, по которым мы начнем жить, не дожидаясь праздников. Что изменится для россиян с приходом зимы? Наш корреспондент проанализировал главные изменения, которые вступают в силу в декабре. Обо всем по порядку прямо сейчас. Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей. В 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться 27 января следующего года. Блокада длилась 872 дня с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 и стала одним из самых значимых и трагических событий Великой Отечественной войны. В Терской области выплату получат 173 ветерана. Отделение социального фонда перечислит денежные средства в декабре этого года вместе с пенсией по установленному графику. Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком жителя блокадного Ленинграда и медалью за оборону Ленинграда, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения города от фашистских захватчиков. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в сентябре этого года. Еще одно изменение. Операторам беспилотников упростят получение гражданства. Квалифицированные специалисты из других стран смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре. Такой порядок для некоторых специалистов действовал и раньше. Подавать на гражданство можно было тем, кто проработал в России в определенной сфере не меньше года, а работодатель перечислял за них страховые взносы в социальный фонд. С 15 декабря начнет действовать новый список профессий для упрощенки. Его уже утвердил Минтруд. В список вошли медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности инженеры, ремонтники судов, электрослесари и монтажники, работчики мультимедийных приложений, фронт-энд-разработчики и операторы беспилотников. Важная информация для автомобилистов. С 1 декабря зимние шины стали обязательными. Теперь, если в зимний период автомобиль передвигается на летней резине, то это будет приравниваться к неисправности автомобиля. Обнаружив такое нарушение, сотрудник ГИБДД сможет выписать штраф и потребовать устранить неисправность, то есть поменять шины на зимний. Штраф по закону составит 500 рублей, как и за большинство других неисправностей. Но правоприменительная практика оставляет ряд вопросов. Как пояснил начальник ГИБДД России, штрафовать за это пока не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода. Мы можем также подчеркнуть, что по многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадания снега нет. И там контроль, соответственно, вообще нет необходимости. И здесь в первую очередь хотелось бы обратиться к автомобилистам, свое транспортное средство готовить именно к тем условиям, которые непосредственно находятся и мы видим на улице. Таким образом появилась некая правовая коллизия. И о том, как на практике она разрешится, покажет время. Мы запросили комментарий в областном ГИБДД России по Тверской области. И об этом расскажем в ближайшее время. Провайдеры хостинга будут помогать ФСБ. С 1 декабря в России начнет действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с Федеральной службой безопасности. Согласно документу, компании, предоставляющие дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов, должны подать ФСБ заявление о начале взаимодействия не позднее 45 дней с начала работы. В течение трех месяцев после регистрации такого заявления должен быть разработан план внедрения тех средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, с 1 декабря Роскомнадзор будет вести реестр провайдеров хостинга. А невыездным придется сдать загранпаспорта. С 11 декабря вступает в силу постановление, регулирующее хранение загранпаспортов граждан, которым запрещено выезжать из России. Согласно документу, при ограничении права на выезд из страны гражданин обязан передать свой загранпаспорт на хранение. Ограничить выезд из страны могут в связи с доступом к секретной информации, призывом в армию, возбуждением уголовного дела, банкротством и по ряду других причин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...